Я недавно выпустил видео о методе 5 почему. Надеюсь, вы его посмотрели. Некоторые эксперты его не просто посмотрели, но и провели критический анализ высказанных идей. Обратили внимание на ряд неточностей по их мнению и на то, о чем следовало бы рассказать для полноты понимания методики 5 почему. Я благодарен Сергею Остапенко, директору консультационного сети-центра из города Красноярск, члену-корреспонденту Российской Академии проблем качества, действительному члену Международной гильдии профессионалов качества и Юрию Гуралевичу, партнеру консультационного сети-центра, за возможность обсудить спорные вопросы, возникших по итогу просмотра видео и выработать более широкий взгляд на методику 5 почему. Так что посмотрите это видео до самого конца. Всем Лина, я Сергей Лити, эксперт в области анализа производственных систем. Прошу вас поддержать канал Лити Про, подпишитесь, поставьте лайк и сделайте репост этому видео. Напишите в комментариях, как вам такой формат, обсуждение определенных тем с экспертами и стоит ли его развивать. Добрый день, коллеги и, может быть, наши зрители или слушатели. Мы сегодня взяли для нашего анализа, для консилиума, один из известных инструментов бережливого производства, который называется 5 почему. Некоторое время назад Сергей Лити, который здесь присутствует у нас, он выступил с инициативой и отснял ролик про метод 5 почему, который, собственно говоря, мы решили разобрать буквально здесь. Второй присутствующий эксперт это Юрий Гуралевич, собственно говоря, у которого возникло много вопросов, а может быть немного сомнений и даже критических замечаний. Поэтому очень надеюсь, что в ходе сегодняшнего диалога обогатили практику и видение друг друга. И по результату сегодняшней дискуссии получился у нас вариант более лучший и, надеюсь, с пользой для наших зрителей и слушателей. Слушай, Сереж, такое классное интро. Спасибо большое. Я хотел бы под этим случаем высказать Юрию слова благодарности за его такое небезразличное отношение к тому материалу, который я размещаю. И это очень здорово. Я прям счастлив, что такой эфир у нас сейчас происходит. Юрий, спасибо тебе большое. Спасибо. Ну, я в свою очередь хочу сказать, что моя цель не показать, какой я умный, самовому рулите умным. Конечно, нет. Я просто хочу поделиться своей практикой подобного метода и поделиться сомнением относительно того, что было в ролике представлено. Значит, мы, наверное, будем рассматривать сейчас диаграмму, которая в фокусе внимания этого ролика находилась. Ну, значит, те ошибки, которые были представлены в ролике, совершенно верно, я к ним присоединяюсь. Вопросов к изложению или описанию ошибок у меня нет. У меня есть вопросы к самому анализу. В чем эти вопросы? Если мы говорим о первом уровне и втором уровне, доходим до третьего уровня, здесь все хорошо и вопросов нет. Далее Сергей говорит, и здесь возможны две причины. Как только я услышал слова «возможны две причины», я этим заинтересовался и понял, что на самом деле Сергей предлагает анализировать не причины, а гипотезы. То есть не истинные, не факты, а гипотезы. Получается следующим образом. Почему произошел отказ параметра прокладки? Потому что установлена маркованная прокладка или некачественный монтаж. Если возможны две причины, значит или то, или другое. Я утверждаю, что в логике 5 почему или быть не может. Может быть только и, и либо то, либо другое, либо и то, и другое вместе взяты. Поэтому если мы говорим или то, или другое, это значит, что мы предполагаем. Если мы говорим, что возможен некачественный монтаж, и потом опять же в этой же логике рассуждаем или это, или это, или это, это все гипотезы. И если мы идем по этой ветке, мы анализируем не причины, а гипотезы. Но я сомневаюсь, что одновременно было обнаружено, что не до конца затянуты шпильки, и нарушена соосность, и есть коррозия, и есть повреждения. То есть, если мы рассматриваем инструмент 5 почему, то это означает, что проблема у нас не гипотетическая, проблема у нас очень конкретная. И мы хотим найти очень конкретные причины этой конкретной проблемы. И допустим ли здесь переход в язык и метод поиска гипотез? Ну, я считаю, что нам не нужно искать гипотезы, нам нужно, если она есть, либо подтвердить, либо опровергнуть. И таким образом не идти дальше по уровню, если мы не подтвердили гипотезу. Потому что это заведет нас не туда. У меня есть вопрос. Когда мы проводим анализ по 5 почему, мы рассматриваем фактическую реальность или мы рассматриваем гипотетическую реальность? Смотрите, коллеги, мне кажется, вы достаточно глубоко копаете, это очень всегда приятно. Любой анализ в бельделином производстве делается на основании фактов, это первый тезис. Второй, смотрите, если мы рассматриваем отдельный случай, отдельный случай, полонку конкретного какого-то насоса, одного насоса, то, конечно, у нас нет альтернативности. Но если мы рассматриваем, предположим, множество случаев за какой-то период, у нас же поломки такого рода, они могут быть не единичные случаи, а множество случаев. Мы, например, проанализировались командой причины случаев за 3 месяца. Предположим, вот проект идет исследователь 3 месяца и посмотреть, какие поломки были. Нету правильных и неправильных методов. Важно, к чему пришла команда. Вот если мы хорошо сформулируем проблемы, вот для меня мерилом является, какие контрмероприятия мы предлагаем. Вот что мы предлагаем. Хоть как делайте, понимаете. Важно, к чему пришла команда. Если она пришла к правильным выводам, которые позволяют купировать проблемы в будущем, все равно, как это делается. Гипотеза это или фактическое наблюдение. Так вот, вернусь все-таки. Отвечу на вопрос. Безусловно, мы должны делать на основании фактов. То есть, генти генбутсы, иди смотри. Хорошо, если мы рассмотрим, не знаю, там, не одну аварию, а там 20 аварий. То есть, мы что, не можем делать анализ 5, почему по 20 случаям? Конечно, можем. Но только в этом случае мы не можем говорить при анализе, что возможны такие-то причины. Мы говорим, что факт такой. Существовали или существуют 4 причины. Я как-то не задумался о такой скрупулезном отношении к русскому языку. И вот спасибо большое, что обратил на меня. Для меня, например, возможность и фактическое значение, я как-то не осознал, что это действительно может восприниматься по-разному. То есть, вот возможная причина, она может быть сформулирована на основании фактических данных. То есть, я не вкладывал такой очень глубокий смысл в терминах, что возможность – это вероятность, это какая-то гипотетическая величина. Да, я здесь соглашусь, что формулировки, возможно, не очень верны. Если мы посмотрим на этот метод с двух сторон. Первое, с точки зрения того, что мы этому методу обучаем каких-то специалистов. Тогда логика, правильный процесс дает нам правильный результат. Но правильный метод, которому мы правильно обучаем – это один взгляд. А второй взгляд – мы должны смотреть на этот метод тоже с точки зрения эффективности. Это дерево или эти корни, они достаточно не широкие, а возможно же и гораздо шире. Если мы это используем как дерево корней, с которыми придется потом работать, если мы не думаем, не включаем вот этот внутренний механизм, факт или гипотеза, то мы перед собой имеем огромный пул гипотез. И что я говорю гипотеза? Гипотеза – это высказанное предположение на основании эмпирического опыта. То есть я как профессионал имею право генерировать гипотезу, и ничего в этом смертельного плохого я не вижу. Если вот мы с тобой будем про параметры прокладки формулировать гипотезу, наверное, это не очень хорошо. Но если это генерирует механик, который там, не знаю, 15 лет проработал, что в этом является патологичным, опасным или за это глупым? Что? Разве кто-то убирал понятие профессиональной интуиции, опыт? Нет, ну тогда это не гипотеза, это факт. Тогда механик, который 15 лет работает, говорит, я знаю, что произошло, это поэтому. Мы принимаем это за факт и идем дальше. Юр, абсолютно с этим согласен, да. Ну и дальше у меня есть тоже вопросы. Пожалуйста. Ну как, вопросы, не вопросы. Здесь уже вопрос не в том, что что-то не так, а скорее предложение. Ну, например, корень нашли, производственная инструкция не содержит порядок монтажа. Я бы при достижении корня задал вопрос, а если бы была инструкция, то слесарей бы обучали? Для меня это не очевидно. Скорее всего, это не связанные вещи, инструкции и обучение. Поэтому я бы производственную инструкцию и обучение слесарей поставил в один ряд. Ну, по-первых, металлогически я могу согласиться здесь, ну не нужно ограничивать себя вот этим корнем. Что значит, мы корень смотрим, все остальное что, забываем что ли? Да нет, конечно, мы можем использовать всю пирамиду, у которой вот все, что выше есть. Конечно, мы должны это учитывать, да, и, например, создание инструкций, да, и это не значит, что, например, мы создали инструкции, дальше мы не двигаемся, не можем формулировать организационно-технические мероприятия, связанные со всем, что выше находится. Вот этот пример приведен. Ну, там, конечно, никого ничему не обучает, пока инструкции нету, там нет такого, ну, как сказать, это организация с очень высокой культурой правил, вот, и там сантретизация является основой деятельности, поэтому там пока нет в инструкции, этому не будет обучать. Какая ремарка у меня есть? Я вот всем слушателям, кто будет смотреть, хотел, вот на что обратить внимание. Помните, пожалуйста, вот 5 почему, дерево текущая, айс, там, грозовая туча, не знаю, там, все другие, диаграммы и шикавы, это все является инструментом ментального сознания, поэтому их называют ментальной карты, мыслительной карты, можно сказать. И то, что когда мы смотрим мысли других людей, и они не совпадают с нашими мыслями, это нормально. Это же мысли других людей, да, вот так они мыслят. Мы мыслим по-другому. И часто, когда я показываю, как пример, дерево текущей реальности, дерево 5, почему, каким-то другим людям, там, в процессе обучения, а мы бы построили по-другому. Я говорю, замечательно, так и должно быть, любой копирование карается по закону здравого смысла. И я всех, вот, кто будет пробовать этот инструмент, не бойтесь, делайте, делайте, ищите свой стиль, ошибайтесь, не абсолютизируйте мне никакого человека, ни меня, ни Юра, ни Сергея, только собственный опыт вам поможет наработать свои металлогические какие-то навыки, набить руку. Еще это не все, у меня есть еще два замечания и одно предложение. Хорошо. Формулировка и качественный монтаж, по-моему, это то же самое, что поломка насоса, если бы было. Я согласен, да, звучит действительно как симптом, да, причем как жалоба. Формулировка не соответствует критериям проверки логических построений. Согласен. И пример, предложение, это у меня в практике было, и потом я встречал довольно часто, когда команда сидит, анализирует проблему какую-то, и доходит, допустим, до этого уровня, но не останавливается и снова задает вопрос, а почему производственная инструкция не содержит порядок монтажа? И идет дальше, и доходит часто до уровня плохая производственная система. В это утыкается, и все проблемы приходят к этим корням. Поэтому мне бы хотелось, чтобы была какая-то методическая подсказка, как не уходить вот в эту вот область, где нужно остановиться. Вот видео это нет. Предельным уровнем, предельный уровень начинает определяться, когда на самом деле идет обратная величина. Вот когда мы структурируем, мы от симптомов идем к истинным проблемам, потом к первопричинам, а потом на самом деле, как бы не задумывались, мы начинаем опять уходить в абстракцию или к симптомам. Этот шаг на самом деле нас от истинной проблемы, он уводит. Он, наоборот, уводит в сторону симптомов, типа обвинения или опять-таки каких-то раздражителей. Почему инженерно-технический состав не думал о необходимости включения? Да, потому что там система менеджмента плохая. Для меня самым главным мерилом хорошо сформулированных и структурированных проблем, любым образом, которые есть, это на какие мероприятия мы выводим, на какие контрдействия у нас это выводит. То есть, вот прям понимаешь, что вот раз вот дошли до уровня, ты понимаешь, ага, вот прям инструкции не содержат порядок работы, значит, порядок монтажа. И ты понимаешь, что у тебя очень хорошее может быть мероприятие, контрмероприятие, да, там, разработать инструкцию с учетом там монтажа, значит, вот этой прокладки, пронитой. И ты понимаешь, что это действительно разумное мероприятие, да, что ты, реализовав его, существенно продвинешься с точки зрения качества работ, снижения вот негативных последствий, формулировка проблем позволяет нам выйти на конкретно организационно-технические мероприятия, вот мы понимаем. Вот если посмотреть в силу уровня выше, вот смотрите, там, не качественный монтаж паронитовой прокладки, ага, какой контрмероприятий можно предложить? Ну, никакой, очевидно, да? Ну, да, ну, как-то там, какие-то абстракции можно предложить, там, надо качественно, да, хорошо, ниже спускаемся. Есть коррозия вместе контакта с паронитовой прокладкой. Ну, здесь мы что-то можем, типа, там, зачищать, но это настолько мелко, мы понимаем, что нет, это не, ну, не можем мы предложить реально хорошее организационно-техническое мероприятие, контрдействие какое-то. Ниже спускаемся, салисарение владеет навыками. Ага, вот здесь уже можно, да, что, видите, мы, как бы, у нас конкретика с точки зрения действия, оно улучшается, мы говорим, ага, салисарение не владеет, ага, значит, мы можем их обучить, да, задаем, как бы, у меня такой, в голове, там, контрмероприятий опять. Хорошо, а что нам мешает сейчас, почему не обучаем? Потому что инструкции нет. Вот, это первый признак, а второй признак – это вот отход от конкретики опять в сторону симптоматики и дефокусировки. Обратили мать, что у нас все деревья, они основаны на фокусировке, мы все время фокусируемся, там, уточняем, калибруем систему, находим вот эти неточности, а если мы проскочим, это, знаете, как вот бинокль наводишь на какой-то объект, да, пространство, ты его навел, у тебя резкость появилась, а если ты дальше, как называется, нивелир, да, или что там, будешь дальше оптику настраивать, ты мимо объекта фокусирующего проскочишь, и все, у тебя там дальше опять он будет размазан. И третий, наверное, признак еще есть – это проверка обратным ходом, как я называю, который как раз, да, позволяет понять вот полноту построения, когда мы говорим, вот если мы проблему нижнего уровня закроем, верхний уйдет, да, она купируется, нивелируется, больше не будет проявляться. Кроме всего прочего, помню цикл PDCA, помним принцип непрерывности в совершенстве, например, вы построили вот такое дерево 5 почему, сформулируем контрмероприятие, реализовали их, да, посмотрите, вы достигли своих целей, не достигли, а дерево 5 почему по какой-то проблеме никто не говорит, что мы должны построить одно раз и навсегда. Цикл PDCA прошел, сделайте еще раз цикл, у вас дерево может быть другое совершенно появится, вы там переосмыслите что-то, но действуйте, действуйте, вот сделали 5 почему, оно может быть, ну, там, что-то не очень, но оно не глупое, оно не дурацкое, оно не ошибочно, оно вывелось на правильное действие. И я призываю, как сказать, очень сильно не рефлексируй по поводу металлогической частоты. Есть проблема, проанализируй, быстрый цикл, проанализировали, попробую реализовать, посмотрели, что получилось, проанализируй, да, вот, ну, цикл PDCA сейчас, мне кажется, имеет существенную тенденцию к ускорению. Ну, вот у меня по поводу остановки в методе 5 почему, есть свой инструмент или как назвать, в общем, свой ограничитель. Это я останавливаюсь, когда на вопрос, почему мы выходим за границей процесса, то есть за своей границей. Как только мы выходим, здесь следует остановиться и подумать, действительно ли это не наша проблема. Чаще всего все-таки это наша проблема, и тогда мы прекращаем дальнейший анализ. Ну, еще немножко, почему я все-таки настаиваю каждый раз на точности, потому что очень много команд, которые не имеют опытных наставников и сами учатся. И они вот ищут такие видео и пытаются применить на свои практики. Если опытного наставника нет, тогда они теряются, и, ну, бывает такая ситуация, когда смотрят и говорят, ну, какая-то ерунда, бросают. Я поддерживаю, спасибо большое, что обратил внимание, действительно, у меня немножко этого не хватает. Возник вопрос, ты неоднократно употреблял такое слово или такой термин «команда». То есть эта команда анализирует, это команда делает, эта команда получает результат. Да, это вот то, что здесь нарисовано, это не я сделал. Обратить внимание наше и внимание наших зрителей на команду как таковую. Можно ли предполагать, что подобного рода анализ – это задача для одного очень умного эксперта? Даже пусть он внутри компании эксперт, да? Ну, там, главный технолог, например, или главный инженер. Или все-таки команда? Я думаю, что многообразие жизни здесь бывает разным. Это может и один человек делать, специалист. Почему нет? Например, инженеру-механику поставили задачу сократить там аварийный простой насос. Он это может делать индивидуально. В общем, не возбраняется иметь в виду. Сторонник того, чтобы всегда над этим работала команда. У меня есть по этому поводу свое мнение. Мне хотелось замечать свое отношение к этому высказать. Вот у нас есть команда проекта, и у нас есть какая-то проблема, которая, как правило, процессна. Может так случиться, что буквально команда проекта не понимает глубоко этот процесс. А нам необходимо провести анализ. И вот мы, как организаторы или те, кто ведет этот проект, мы, по большому счету, не имеем права приступить, с моей точки зрения, к анализу 5 почему, если мы в эту группу анализов, две мы не команды, да, группу анализов, не включаем, кто непосредственно участвует в этом процессе, не включаем того, кто влияет на этот процесс, не включаем того, кто получает результат этого процесса, и не включаем того, кто управляет. Анализ почему запускает команда проекта, вовлекая в эту работу всех значимых лиц, стейкхолдеров, вот этой задачи. А давайте подведем, мне кажется, пришло время подвести результаты нашей дискуссии. Да, давайте. Есть ли приращение? У меня один простой вопрос. Ну, безусловно, приращение есть всегда, в общении есть обогащение друг друга. Ну, я получил приращение, не знаю, как Сергей. Я очередной раз хотел выразить благодарность, Юрий, и знаешь, для меня, по итогу нашей встречи, есть несколько очень предметных выводов, которые я себе, ну, как бы в голове сделал отметку, и обязательно буду на это обращать внимание. Во-первых, более четкое и скрупулезное отношение к формулировкам, потому что у меня есть такая металлогическая больность, ну, типа, там, гипотезы, да, и факты, я считаю, это очень важное замечание было. И видео, вот этот контекст, который я потом раскрыл, он же не виден, о чем еще беда, когда у меня спросили, да, я вам рассказал, и как бы, ну, понятно стало, да, там, почему так. Да, 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 да. Вот, поэтому я считаю, что это очень-очень важное замечание было. Спасибо большое, что обратил на это внимание. Это первый. Второй факт, это, как сказать, когда беседуешь с людьми, да, как-то с умными, достойными, ты как-то в чем-то убеждаешься, что ты делаешь правильно, и это я считаю тоже важным итогом. Вот я сказал о том, что в чем мне нужно доработать, но были какие-то моменты, в которых я еще раз убедился, что я, в общем-то, не самый плохой эксперт, я что-то понимаю. И, да, и вот это подтверждение тоже очень важно. И времена им получать экспертом. И, Сергей, спасибо вам большое. То есть вот два знача у меня таких моментов, на которые хотел бы обратить внимание.